А сейчас мы бомжи, потому что у нас и прописки даже теперь нет. И живем в машине, ночуем уже неделю, ночуем в машине. Пойти нам некуда. Татьяна Николаевна показала нам то, что осталось от ее дома. Находиться здесь совершенно нельзя. Когда начал таять снег и сильно поднялись грунтовые воды, дом стал рушиться. Крыша покосилась, стены потрескались, а из одной стены даже улицу видно. Когда дом затрещал по швам, приехали спасатели. Для них эта ситуация не оказалась чрезвычайной. Максимум того, что они сделали, отрезали все коммуникации. В доме нет ни света, ни газа, ни воды. Даже теплых вещей не предложили. А на улице, мягко говоря, не лето. Временным пристанищем для семьи стала эта машина. Здесь они живут вчетвером, на холоде, потому что машина просто не отапливается. Здесь нет даже аккумулятора. Здесь помимо хозяйки живут еще трое ее детей, две кошки и собака. В городской администрации, куда, конечно же, обращалась Татьяна Николаевна, ей мало что смогли предложить. По три квадратных метра на человека в общежитии. И те практически оторвали от сердца. Нам предложили комнату в общежитии. Хотя сказали, мы не имеем права вас заселять, чисто вот жалеем вас. 12 квадратов комната, нас четверо. Мы туда поместиться просто, чисто физически не можем. Условий там нет никаких, ни воды, ничего. Унитаз стоит, качается в разные стороны. Бездомные оценили широту жеста, но от предложенных условий по понятным причинам отказались. Но и ни на что другое они тоже рассчитывать не могут. Чиновники сказали, был бы дом не частным, а многоквартирным, тогда, глядишь, и переселили бы. Даже то, что сын Татьяны Николаевны, ветеран боевых действий в горячих точках, не помогло. И то, что у сына ветеранская, они сказали, что вы нам ветеранское в лицо суете, он никакими льготами не пользуется. Все вот и все, весь ответ. Весь ответ. Вот так мы государству нашему нужны. Нужны наши дети, нужна их кровь, а мы не нужны. В администрации Невиномыска ситуацию нам пояснили так, что люди оказываются виноваты сами. За домом не ухаживали. А по жилищному кодексу владельцы частных домов сами несут ответственность за них. В соответствии с действующим жилищным законодательством орган местного самоправления не обязан предоставлять гражданам, которые не вели надлежащим образом свое хозяйство, взамен их разрушенных, либо испорченных жилых помещений, предоставлять другие жилые помещения. Выходит, что законы у нас хорошие, но не для всех. Все переселения из ветхого жилья происходят в соответствии с федеральным законом. А в нем два ключевых слова – ветхое и многоквартирное. А если тебе не повезло жить в частном доме, латай его до последнего, но переселения тебе не видать. Даже из аварийного дома. Алексей Форсиков, Юрий Корниенко, Информбюро.